Как известно, Краснодарский край – один из лидирующих регионов нашей страны по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. А Славянский район по этой части в числе лучших среди муниципалитетов Кубани. Одно из самых ярких свидетельств этого – популярность ГТО у самых юных славянцев. Около 40 ребят из 12-й школы пришли на площадку ГТО в Северном парке, чтобы выполнить нормативы ГТО и получить заветный знак. Ребята с первого класса дружат с физической культурой и настроены очень серьезно. В нашей школе очень любят физкультуру. И сегодня мы будем сдавать нормативы ГТО. Мы уже сдавали в начальных классах нормативы ГТО. И сегодня я буду сдавать на более высшей ступени. Сначала были вручены знаки отличия ГТО 20 учащимся, которые в течение лета успешно выполнили нормативы на бронзовые, золотые и серебряные знаки отличия. Конечно, радости ребят, особенно у достойных золотых знаков, не было предела. Я очень рада, что получила золотой знак ГТО. Я беру большой пример с моей мамой, которая тоже получила знак ГТО золотой. Я очень люблю физкультуру. Я готова заниматься ею все время и уверена в своих силах, что выступлю сейчас очень хорошо. Преимущество физкультурно-спортивного комплекса ГТО – гармоничность и доступность для всех возрастных категорий – от школьников до ветеранов. Аплодисментами приветствовали учащиеся победителя фестиваля ГТО среди ветеранов Николая Колодяжного, который пожелал ребятам спортивных успехов и, выполнив упражнения, продемонстрировал уровень мастерства, к которому нужно стремиться. Я занимаюсь действительно спортом на протяжении лет 15. Сейчас сдаем нормативы ГТО. В 11 числа августа проходило соревнование здесь среди ветеранов. Я, естественно, занял первое место. Спорт дает действительно качество жизни, бодрость дает, общение. Почему? Потому что ездим на соревнованиях, у нас коллективы, общаемся. Это очень приятно, общение с другими командами, другими людьми, с других городов. Поэтому, да, здоровье – это спорт. Школьники выполняли следующие нормативы. Прыжок в длину с места, наклон из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа. Ребята очень старались, они хорошо понимают. Для того, чтобы претендовать на знак высшего достоинства, нужно всерьез заниматься физической культурой. И чем раньше начинать это делать, тем лучше все получится. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».